Ну что ж, всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня с вами снова Купер, и в рамках рубрики «Первый взгляд» мы с вами посмотрим на игру God of Weapon. Если переводить на наш вечно русский, как говорится, бог оружия. Игра из себя представляет что-то наподобие Бротату. В принципе, я думаю, в последнее время такие таймкиллеры стали относительно популярны. То есть у нас есть персонаж, у него есть определенное оружие, есть определенные условия. Он их выполняет, прокачивается, подбирает новые оружия, статы, пассивные, активные навыки и так далее. То есть тут можно подойти даже к монолиту желаний и посмотреть, что при убийстве таких-то-таких-то противников, вот, например, выиграете гонку на уровне сложности 2, и вон можно получить какие-то различные бонусы. А оружие там, расходные предметы, материалы и так далее. Есть какие-то вот непонятные закрытые монолиты, персонажи которых, чтобы открыть, нужно выполнить тоже определенные условия. Вот я поиграл за кадром одну катку, вроде как, у меня открылся вот какой-то персонаж Ворон, у которого, сами видите, другие навыки определенные есть. Но я решил остаться при своем. Будем обычным воином. Давайте посмотрим, как это работает. И основной аспект, основное отличие данной игры от каких-то остальных других, в основном заключается в том, что оружие вы здесь подбираете не только просто так, какое вам предоставит игра, но при этом вы еще и размещаете его у себя в инвентаре. Таким образом, чтобы его было удобно скомбинировать с тем, что у вас уже имеется. Вот, например, смотрите, у нас есть меч. Вот, кстати, наши статы. У нас есть возможность открывать дополнительные ячейки для своего инвентаря, чтобы, скажем так, располагать новое оружие рядом с уже имеющимся. То есть у нас есть валюта, 24 золота. У нас есть, скажем так, инвентарь, который мы таскаем с собой. Вот это что, кстати, такое? Соседнее оружие дает плюс 3 к броне. Соседние предметы брони дают плюс 3 силы в ближнем бою. Можно, например, положить его как-то вот так, взять меч, повернуть его на R, расположить его рядом с уже имеющимся мечом, и таким образом у нас станет не одна, не один предмет оружия, да, а целых два. Уже какие-то комары пошли. Игра, как вы можете видеть, работает с автоатакой. О, это что такое? Какие-то непонятные штукенции. Ну, уже плюс 2 левела получили. Мы продвигаемся по системе этажей. Видите, у нас течет время. Убивая противников, с них выпадает баблишка. Мы эта баблишка хаваем, и... Покупаем новые слоты. Я предлагаю купить примерно вот так. Да, отлично. Разместим более грамотно в таком случае наши мечи. Можно купить за 26 длинный меч, у которого урон... У которого урон... Побольше, урон 18, а у этих мечей... А, нет, урон 19, не побольше, нет. А в чем прикол? Эти мечи получше будут. Вот рапира. Но она быстрее, например. Можно взять какой-нибудь топор, но он... Смотрите, насколько ячеек. То есть его еще... Хрен... Хрен местишь. А что такое? Сожженная монета. Плюс 5 получения ресурсов. Кстати, прикольная штука. Давай возьмем. О, какие-то ловушки появились. Аккуратно. А, ударил меня. Так, кстати, вот эти всякие сундуки, они... Они тоже ломабельные. Да, ломабельные. Но из них ничего не выпадает, походу, ценного такого. Кстати, противники на ловушках тоже подрываются. О, куча денег выпала. Отлично. Пойдет. Так, мы можем еще расширить свой инвентарь немножко. Вот это что такое? Дубиновый посох. Зачарованная, освещенная. Рон 12. Так, это типа на магию. А вот у нас есть могущественный молот. Блин, его бы разместить, конечно, попытаться. Но я думаю, у нас это даже получится. Если взять его вот так, например. Положить. Да? Вот так. Думаю, у нас. Место есть? Есть. Пробуем. О, вот это молот сзади нас, конечно, летает. Забавно. Уф. У него АУЕ атака. Это хорошо. Это я неплохо так поставил. Но противники уже такие не слабенькие идут. О. Какая-то вкусняшка. Летающие противники появились. Это какая-то временная неуязвимость, я так полагаю. Я подбираю. В принципе, вот в этом-то и заключается весь геймплей. Ну, мне маленько напелякали, кстати. Пойдет. Так, есть ли что-нибудь на отхил? Я не знаю. Сила магии. Это не то. Дымовые гранаты. Шанс уклонения. Ну, больше урод нужно получить. Булава. Колокольчик. Сила в ближнем бою. Сила магии. Так. Давайте открывать доп. ячейки. Что я вот как-то в эту сторону, наверное. Что можно разместить? Вот можно топор этот, этот молот разместить. Но сколько? Четыре? Четыре и два. А что такое? Почему я не могу это взять? Я же должен это взять. Почему я не могу? А вот можно сменить. Смотри. Кража жизни. Лайфстил. Отличная тема. Лайфстил мы берем. Скидочная карта. Минус здесь стоимость предмета. Ну, такое. Занимает два слота. А вот это что такое? Серповидный клинок. Да, положим. Пусть будет. Дальше посмотрим. Привет, уроды. Кажется ли у вас нету ни шанса против меня. У меня еще и лайфстил теперь есть. Только я не вижу, чтобы он работал. О, сработал разочек лайфстил. Еще разочек сработал. Больше бы лайфстила, конечно. По толпе, по толпе. Бьем по толпе. Что-то было опасно. Тихо. А это что такое? О, отхил. Найс. Пятый этаж, кстати, мы прошли с вами. А это уже немало в этой игре. Так. Обогренная коса. Сколько она занимает? Слушай, так-то довольно прилично она занимает, однако. Надо вот так вот открыть. Я думаю, вкладки взять эту... Вот эту прелесть убрать. Взять косу. Нормально. Но для косы место-то я нашел. Талон. Или талон. Сила снаряда. Минус 2 критического удара. Не. Не пойдет. Ну, кстати, инвентарь расширяется, да? Я так смотрю. Вроде потихоньку. То есть, рано или поздно мы себе тут наберем всякого разного. Вот прикольные когти какие интересные. У нас процент урона минусанутый. А что нам дает минус к проценту урона? А, вот лупа. Лупа и пупу нам на кражу жизни. Ну, ладно, возьмем. Ну, зато коса, смотри, нормальный дэмэш вносит. У меня бы что-нибудь еще такое, что на дальняк стреляет, типа, а не только на мели. Но это надо брать что-то магическое, я так полагаю. Ай, ударил меня. Опа, отхил. Еще один отхил. Хорошо, что килиться можно прямо во время забега. О, бомба там появилась. Найс. Так. Что вот это такое? Восстановление есть. Открываем новые ячейки и кладем вот эту штуку сюда. Силы в ближнем бою, силы магии и шанс уклонения меньше. Ну, давай возьмем, а там посмотрим, как это будет себе вести на поле боя. Я вроде как себе добавил регена. Должно быть попроще. Опа, бабки. Не то чтобы у меня были проблемы с деньгами, на самом деле. Я бы даже сказал, у меня их вообще нет. Какие-то прям серьезные дядьки идут. Нормас. Так. Уровень повышен. Выберите четыре ячейки. Я выберу вот так. Да, саквоеж определенно растет. Шапка охотника. Выглядит как отсылка на какой-то... Как это называлась-то игра? Bloodborne. Вот. Сила снаряда, сила в ближнем бою. И назвал скорость передвижения. Нет, скорость передвижения мы не можем убрать. Указатель ящиков. Больше бочек на этаже. Ну, наверное, прикольная тема, но я почему-то... А, у меня нет места, чтобы ее взять. Так, хорошо. Допустим. Вот тут сколько? Могущественный меч. Можем... Можем тебя положить. Вот сюда. Могущественный меч. Сколько занимает ячейк? Шесть. А у меня есть только пять. Хреновенько. Я даже купить его себе прозапас не могу. Железная броня. Тоже место занимает дофигища. Положить никуда не могу. Копье занимает тоже шесть. Ну, вот это, наверное, прям... Прям надальняк какой-то. Скораза жизни у него еще есть. Блин. Надо вот здесь ячейки открывать. Короче, я понял. Ух ты, арена стала другой, смотри. Этаж восьмой. Стало сильно больше. Какие накачанные скелеты. Прям жужу позинт полнейший. И они уже так просто не убиваются. Повыгнул первое достижение. А, больно. Ну ничего, нормально. Сейчас отхилимся. Слушайте, что-то вас прям многовато. Вам не кажется? Опа. Изи. Ого. Могущественный топор. 73 урона. Нифига. Блин. Я... А, мы и не можем так клетки покупать, как хотим, да? Черт. Блин, ну топор я бы взял, на самом деле. Можно выложить пока? Выложить. Так. Почему? Давай, бери. Покупай. Топор это топ керк. Топ тема. Так. Вот так. Причем у него уровень, смотри, уже второй. Урон у него больше. Как бы мне вот молот так разместить еще? Выложить. А я не могу, да? Я могу только один предмет выложить? Да? А, ну нет. Сколько он, получается, занимает здесь? Он занимает 4. 4. 4. И так. Ага. Ну мне, чтобы его разместить, надо вот эти все клетки занять. И вот здесь еще надо место. Либо вот здесь две открыть. Но мне так игра их просто не даст открыть. Свиток власть. Увеличие и увеличение опыта. Ммм. Получение ресурсов. Еще одну монету можно взять. Тут же тоже получение ресурсов. Давай возьмем. Ну, ладно. Что еще есть у вас? Крылатые ботинки. Скорость передвижения плюс рывок. Можно, кстати, взять. Почему нет? Вот сюда разместим. К тому же синий предмет. Неплохо. О, кандалы. Минус плюс 5 брони. Плюс 12 количество врагов. И минус 4 скорость передвижения. Блин, ну я и так их не возьму. Ладно. А, сгорел. Серьезно. Они так сгорают? Не ожидал. Зато у меня теперь просто бешеный топор. Э, вы что, прыгать на меня умеете? Нифига вы даете. Не, ребят. С таким-то топором у вас против меня шансов нет. Какая-то гусеница за нами катается. Приятно. Но деньги возьму. Так, ну-ка. Да, волны стали идти подольше, конечно. Но и мы как бы стали посильнее, посерьезнее. Ее. Каташ зачищен. О, еще один такой. Только третьего левела. Охренеть. Так, надо продумать. Сюда, наверное, попробуем открыться. Слушай, ну, вообще, может, два таких топора, конечно, взять. Как бы... Ну, тот топор, понятное дело, что он вообще третьего левела. А вот это что? Тоже третьего левела. Блин. Слушай, а я ведь не... Вот, я могу только продать, да? Ну, давай продадим. Вы уже не особо ликвидны, ребят. Сейчас я вас поменяю, только маленько местами. Где? Вот так. Так. Вот так хотя бы, да? Попробуем извернуться. Берем топор посильнее. Кладем его вот сюда. Вот эти штуки, конечно, мы тоже так просто не расположим. Подожди, можно я тебя пока выложу? Нет. Нет, отмена. Например, если я поиграюсь с тобой вот так. Вот эти вот штуки я могу разместить, между прочим. Вот, блин, как-то бы их так поставить, так, чтобы место оставалось. Ну, скажем, вот так, может быть. Вот. Нет? Ладно, давай вот так хотя бы. А, нет, смотри, лучше, конечно, бы вот так как-то его положить. А, нет, так места не хватает. И так тоже не хватает. Зато можно курдюк просто вот сюда убрать. Вот так оно, в смежных. Монеты сюда уберем. Сюда положим сапоги. И у нас еще место остается на магическую наковальню. Расходуем и улучшение одного оружия со следующего, до следующего уровня. Так, и что? Улучшить другой предмет. Улучшить другой предмет. Нормас. Так, у нас еще место есть. Вот, например, на испорченной драконе... Испорченный наконечник лука. Плюс два сила снаряда и дальность минус. Не, ну, тут у меня уже места не хватает. Погнали на следующий этаж. Ну что, уроды? Готовы? Огребать? Против таких-то топоров? Кто может противостоять? Да никто. Еще одно достижение дало мне. О, спасибо. Неплохо. Это я нормально так подкачался. К лету. Десятый этаж. А боссы будут какие-нибудь, интересно? Ну, ребята, вы вообще ко мне подойти не в состоянии. Мне кажется, или вам надо сдаться? Ударим мне вдали, да, пару пощечин. Лайфстил у меня, кстати, тоже попал. А, нет, остался. Вот, все, что я потерял, я только что обратно отбил. Ай. Да, дали пощечину, окей. Но ничего страшного. Я быстрее отхиливаюсь, и они быстрее умирают, чем я теряю хп. Так что, все окей. Так, а вот это, вот это. Урон плюс девять, получение ресурсов минус два. Хм. Открываем дополнительную ячейку. Сюда можно будет еще что-то вклинить. Вот, например, боевой топор. Нет, броня. Скорость передвижения хуже. Блин, ну у меня с броней, это, конечно, вообще проблемы. Хм. Плюс девять к урону. Минус два получения ресурсов. Ну давай пока положим. И пока... А почему? В смысле, сколько? А, ты какой-то кривой, блядь. Тебя так просто не нацепить. Ну давай хотя бы топором забьем место, да? А дальше посмотрим. А то что, у меня место простаивает, урон не наносится. Слайм. А я-то думал, в этой игре слаймов не будет как противников. Ой, они еще и раздваиваются. И расчетверняются. Вот это уже интересно, да. Опа, отхил. Ну такой прикольненький таймкиллер, да? Еще бы пассивки какие-нибудь можно было крафтить. Каких-нибудь петов стационарных. Знаете, как в Бротату можно было получить какой-нибудь предмет, который позволяет ставить стационарные турели, например. Можно было получить предмет, который очень вдолго играется. Ты его с собой носишь по типу яйца дракона. И оно практически... А, или это было в другой игре, по-моему, какой-то. Ну, в общем, типа, знаете, чтобы оно раскрылось через несколько уровней. Было бы, на мой взгляд, довольно прикольно. О, найс. Так, что мы теперь можем сделать? Могущественный меч мы можем выложить. Ого, смотри, топор четвертого левела. А это что? Ритуальная кукла плюс 7 кражи жизни. Ой, это хорошо. Вот это, наверное, я даже возьму. И кражу жизни я тоже, наверное, возьму. И шапка охотника. Ну, скорость передвижения уходит, конечно. Шанс уклонения минус 2% к урону. Что у меня по урону вообще? У меня 9% к урону. Ну, мне кажется, что шанс уклонения я больше приму. Что еще у нас есть здесь? Мстерская копьё третьего левела. Ну, нет, ну, красный предмет, сами понимаете. Без красного предмета нельзя обойтись. Что еще есть? По взгляду, Мидаса. Или Мидаса. Мидаса, наверное. Плюс 20% получения ресурсов. Неплохо, кстати. Точильный камень. Нет, не хочу. Что еще есть? Инъекция какая-то. Шприц. Шанс критического удара. Не хочу. Еще один топор красный. Нет, показалось. Вот это зато красная тема. Ага. Так, это надо тогда сразу продать. Ой, 1900 оно стоит. А, или нет, нормально. Нормально, купили, окей. Что еще у вас есть? Может, еще что-то красненькое есть? Лечебное зелье при использовании устанавливает 40% здоровья, 5% новых врагов на следующем этаже. Зазеркалье. 20% увеличения опыта. Неплохо. Ну, погнали, что с красными пушками. Что, готовы, ребята? У вас, по-моему, ни шанса нет. Какой бешеный урон, однако. Вообще, по-моему, бы ко мне даже подойти не в состоянии. У вас нету ни шанса, чуваки. Я просто перекачан. Мне бы, конечно, вот побольше опыта набирать, чтобы больше ячеек открывать за раз. Вот это, например, что такое. Что-то вас маловато. Я даже урон не получаю. О, разочек все-таки пнули меня. Два разочка меня пнули. Больше, больше фрагов, больше. Я не прокачиваюсь, вообще не прокачиваюсь. Вообще пипец. Так, что будем открывать? Да вот тут давай откроем два дополнительных. Вот что это такое? Можно клинок второго уровня положить. Сумеречный предильщик. Плюс три скорости передвижения, плюс одна удача. Ну, давай возьмем. И что еще у нас тут может быть? Ууу, у нас может быть коса. Коса третьего левела. Но мне некуда ее впихнуть, к сожалению. Надо открывать больше ячейка. Я уже подхожу к тому моменту, когда мне просто-напросто некуда вставлять вот это все. Да-да. Да. Угу. Ну ладно, погнали. Next. Здорово, уроды. О, можно черепа разгонять. Прикольный физон. Их можно толкать. Е, плюс левел. О. Нет, типы, мне кажется, или у вас вообще шансов нет. Просто красные пушки делают свое дело. Ну, по-моему, вообще не попадают. А, нет, все-таки чуть-чуть попадают. Бомба. Нет, в бомбу мы не лезем. Плюс два левела, нормально. Надо убить столько, сколько получится, чтобы у меня был пуст к следующему... На следующем этаже сразу пуст к прокачке. Ну, пойдет, пойдет. Выберите четыре ячейки, отлично. Давай вот так. Может, сюда что-то вклиним. О, топор красного левела. Так, ну, тут надо определенно продать что-то вот из этого, я так полагаю. Это сколько? 105 урона. Они одинаковые по характеристикам? Да, они одинаковые по характеристикам. Нет, подожди. Вот этого скорость атаки больше. Зачем мне продавать то, что у чего скорость атаки меньше? Вот так. Купили новый красный топор. И это хорошо. Еще один клинок возьмем. Третьего левела, но и ничего, это нормально. О, плюс пять получения ресурсов. Возьмем. Не то, чтобы у меня были проблемы с деньгами, но... Если бы игра дает возможность брать, почему бы не брать? Что-то у вас мало. Давайте побольше. Ох, какие-то бусты. Я даже вот перекатами не пользуюсь. О, какая-то товара из доты пошла. О, бабки. Но я в деньгах вообще-то не нуждаюсь. Я нуждаюсь больше в опыте. А вот это было больно. Неприятно ударили. Ну ничего, я отхилюсь. Да, пересечение спрайтов такое уже конкретно идет с противниками. Но они, конечно, вообще не представляют мне на данный момент какой бы то ни было угрозы. Я могу на них просто идти и умирать, умирать. Аккуратно. Не надо так делать. Больно. Так, надо быть поаккуратнее. А то что-то как-то я обнаглел совсем, я смотрю. Нормально, я половину хп лишился на последних мувах. Да, и прокачка слабенькая получилась такая. Плюс 7 кража жизни. Берем кражу жизни. Я ценю. Я большой оценитель кражи жизни. Следующий, давай. Как он резается. Он резается просто и падает. Вот он, прикольно резается. Практически каждый удар это отхил. Но он нормально пойдет. Да, да, да. Отхила достаточно. На такой краже жизни мы справимся практически с любой волной. Если не будем актерить максимально. Да, просто собираешь толпу противников. И с каждого противника примерно по лайфстилу получаешь. Нормально. Почти отхилился. Причем я несколько раз просаживался уже. Именно за вот эту вот сессию. За вот эту катку. О, считай, отхилился. Нормально. Четыре ячейки. Хм, куда бы прокачаться. Сюда-сюда не совсем связано получилось. Но я думаю, вот здесь надо будет расширяться каким-то макаром. Еще лайфстил. Я большой оценитель лайфстила. Я уже это говорил. Сколько у меня там получается? Удача, броня, восстановление 5. Краша жизни 24. Ну, мне кажется, это отлично. Более чем. Дойти до 16 этажа у меня достижение открылось. Я так полагаю, это на монолите. Можно будет посмотреть какую-то награду. И куда-то эту награду пустить. Так, теперь бы надо в урон каким-то макаром пройти. Потому что лайфстил лайфстилом. А противников меньше не становится. Если так и дальше продолжится, они просто в один момент меня количеством задавят. Я их сейчас... Я не могу, конечно, сказать, что они как-то не умирают. Всех, кого я касаюсь, в принципе, ложатся с одной тычки. Вот. Но и они стали сильнее. Да, у меня работает лайфстил. Но мне этого мало. Надо больше пушить. Надо больше открывать ячеек. 10 секунд. Но я не успею. Не успею прокачаться на еще левел. Откроются только две ячейки. Давай прям по всем пройдемся вот так максимально. Хотя бы чтобы со следующего левела у нас... Со следующего уровня у нас было все получше. Так, куда? Сюда? И что это такое? Схимитер. Это не то, что мне надо. Это что такое? Шлем демона. 15 здоровья. Минус 5 к урону. Плюс 3 к здоровью для каждого броня элемента. Ну... Ну такое. Но мне сюда уже нечего вставлять. Ну тут что такое? Флаг грабителей. Здесь скорость передвижения. Плюс 10 получения ресурсов. Плюс 10 количество врагов. Да, давай. Ну почему нет? Мне же опыт надо. Поэтому противников мне надо побольше. Смотри, зато скорость передвижения какая у нас стала. Гораздо лучше. Противников много не бывает. Мне надо прокачиваться. Без прокачки я быстро проиграю. Поэтому чем больше противников будет меня пушить тактически, тем мне выгоднее. Без левел есть. Да, я думаю... Я думаю, за этот забег мы еще как минимум один левел поднимем. Нормас. Блин, огреб маленько неприятно. Бомба. В сторону. Нормально. Лайфстил куда-то пропал и особо не работает. Еще левел? Еее, еще левел. Отлично. Балдеж. Шесть ячеек можно выбрать. Будем расширяться сюда. Вот так или куда? Сюда, сюда, сюда. Да, сюда, наверное, если что, здесь пожонглируем. Арбалет, кстати говоря. Какая штука прикольная. Вот арбалет я возьму. Это явно какой-то дальняк. Это постоянно убийство противников на дальнее расстояние. Поэтому арбалет я ценю. Ох, говно за мной бегает. Летает, точнее. Ой, а он не самый-то и сильный, на самом деле. Но он постоянно урон наносит, куда-то в сторону стреляя. Ладно, если что, потом пожонглируем, продадим и заменим на что-нибудь посерьезное. Такой у нее теперь звук такой мерзкий, постоянный будет. Разбить 60 бочек не дало в достижении. Ой-ой-ой, как меня напилякили. Аккуратнее надо быть. Ну ничего, я сейчас все отхилю обратно. О, какая штука классная. Пойдет. Еще две ячейки можно выбрать. Сюда, сюда. Так, ну БК, БК, наверное, я брать особо не буду. Пока что. Ну, в принципе, будем двигаться, наверное, до победного, пока не проиграем. Сила снаряда минус 2 удачи. Не, не будем ничего брать. Здесь ничего продавать тоже не будем. Хотя, конечно, вот есть некоторые позиции, которые могут быть ценнее. Вот, например, нужно еще один топор зарядить, да? Только для того, чтобы его зарядить. Ну, кстати, второго левела он такой довольно слабенький. Давай посмотрим, может, еще что-то будет посерьезнее. Пояс для зелек. То есть, на здоровье 6 восстановлений, минус 2 броня. А у меня по броне что? Броня, броня. Вообще 6. Ну, такое. Такое. Нет, мне бы топорчик помощнее какой-нибудь. Вот это что такое? Топор третьего левела. Нет, это все фигня. Коса тоже все фигня. Увеличение опыта фигня. О! Третьего левела алибарда. Блин, эту алибарду я бы, конечно, поставил. Сколько она занимает там? 4 так? 6? 1, 2, 3, 4. Не, не хватает места категорически. Только если его куда-то не сюда впихивать, но... Нет места. Храбрый дух. Наносит одинаковый урон всем окружающим врагам. Скорость передвижения и уклонения. Можно попробовать могущественный меч поставить за место этого, но, наверное, не очень. Теневой капюшон, плюс 6 шансов уклонения, плюс 2 скорость, минус 2 передвижения. Не такое себе... Блин, я хочу какой-нибудь... Во! Смотри, даггер уровня 4. Хм. Вот даггер 4 левела. Я, может быть, бы как-нибудь еще и попробовал разместить на самом-то деле. Но мне не хватает места. О, теперь у меня хватает места. Я же ничего не выложил, да? Ну, плюс урон. Окей, погнали. Красный даггер. Лайфстил работает как надо. Вообще, ребята. Пацаны, вообще котята. Если у вас никого, кто в меня бросается или стреляет, мне кажется, у вас вообще шансов нет. Ну, вот эти противники появились. Я накаркал. Оу. Вообще, просто перемолка идет. Тихо вся. 19 этаж, дамы и господа. Сейчас будет уже 20. Но я думаю, что после 20 этажа будем заканчивать первый взгляд. Что? Мне хватит на еще одно улучшение? Побольше противников. Побольше, пожалуйста. Побольше. Это всего 2 ячейки. Всего 2 ячейки. Это мало. О, 3. О, можно выбрать 6 ячеек. Так, ну это уже хоть что-то, да? 3, 4, 5, 6. Что это такое? Ножи. А это что такое? Восстановление плюс 5. Нет. А это? Лайфстила нет, но зато урона немало. Неплохо. И еще бы какую-нибудь штуку мне наролить такую. Черное крыло. О, эти у меня уже были, да? На что бы их так бартернуть, конечно. Вот у меня есть место теперь прикольное. Вот, кстати, под них. Скорость передвижения плюс 3 кража жизни. Ну это прям вот сюда прям просится, мне кажется. Давай возьмем и бог с ним. Погнали, следующий этаж. Ммм, босс. Отлично. На это я и рассчитывал. Ну, чувак, у тебя, мне кажется, вообще нет шанса. Я тебя уже почти убил. Блин, он ко мне присосался так неплохо. Все, победа. Мы зачистили 20 этажей. Я вас поздравляю. Сложность первая. Достигнутый этажей 20. Расширение интерьер 77. Заработано золото 7. С половиной. Поражено врагов 2800. Всего урона 405 тысяч. Итоговое время 32 минуты. Я считаю, это неплохо. Вот так вот выглядел наш инвентарь. И я так полагаю, мы откроем теперь себе несколько новых персонажей. Вот на варваре можно сыграть, на вороне. Ну, в принципе, все на этом. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Комментируйте. Рассказывайте друзьям. Переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на Twitch. Это бесплатно. Можно фоловиться, если кто не знал. Вот, там регулярно проходят прямые трансляции по различным играм. Вступайте в Discord гильдию. Вот. Там постоянно проходят анонсы идущих стримов, вышедших новых роликов. Какой-нибудь халявы в конторе морозей Epic Games или же в Steam или еще где-нибудь. Ну и все в таком духе. Все. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в следующих сериях. Или видео. Или стримах.